Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Шла домой и едва не споткнулась о мину. В деревне Визавица Калинковического района пенсионерка заметила на проселочной дороге снаряд и сообщила в сельсовет. В земле виднелась лишь часть корпуса мины времен Великой Отечественной войны. Ржавая находка насторожила сельчанку и она тут же обратилась за помощью к председателю Липовского сельсовета. И как оказалось, не зря снаряд мог рвануть при механическом воздействии. На место обнаружения странного предмета прибыли сотрудники Калинковского УВД. Они обеспечили охрану места обнаружения предмета, похожего на снаряд, после чего вызвали саперно-перстническую группу войсковой части 55-25. Специалисты изучили странную находку и извлекли из земли 82-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны, после чего ее обезвредили на специальном полигоне. Устроили облаву на незаконные пункты скупки лома черных и цветных металлов. Милиционеры снова нанесли удар по бизнесу тех, кто занимается нелегальной заготовкой в тур сырья. Одну из таких криминальных точек накануне прикрыли сотрудники АБЭП. Совместно с экипажем ГАИ был остановлен КАМАЗ, а в нем обнаружено более 8 тонн черного металла. Дальше при осмотре прилегающей территории инспекторы нашли еще почти 7 тонн в тур сырья. Хозяин металла, 28-летний гомельчанин, уже неоднократно платил штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. А накануне правоохранители наведались в гости и к жителю деревни Уза Гомельского района. Оказалось, мужчина тоже организовал у себя на подворье незаконный пункт по скупке металла. В результате было обнаружено более 5 тонн лома черного металла и свыше 100 килограммов лома цветного металла. Впоследствии в отношении гражданина был составлен административный протокол по части 1.1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 0% алкоголя. Под таким названием сотрудники ГАИ сегодня провели акцию в рамках комплекса профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем». Инспекторы решили напомнить водителям о том, что употребление алкоголя и вождение автомобиля несовместимые вещи. Каждого участника ожидал блиц-опрос на знание правил дорожного движения и приятные подарки, безалкогольные напитки и полезные буклеты с рекомендациями ГАИ. Цель данного мероприятия все-таки привлечь внимание общественности к проблеме управления водителями транспортом со стороны алкогольного опьянения, а также по возможности сократить количество дорожно-транспортных происшествий, совершенными водителями в таком состоянии. Такой обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.